Четвертый международный кинофестиваль Владимирской вишни подошел к концу. Торжественная церемония его закрытия прошла в арт-отеле Николаевский посад города Суздале. О высоком уровне фестиваля говорили все без исключения. Вице-губернатор области Михаил Колков подчеркнул, нынешний кинофестиваль был выстроен по заветам, сформулированным год назад народным артистом РСФСР Алексеем Петренко. Зритель ждет не только развлечения, зритель ждет хорошего кино. Но зритель идет к артисту в театр или в кинозал, как к врачу. Идет для того, чтобы обращевать душу. И хорошее кино, хорошее театральное искусство в этом, безусловно, помогают. За три дня на фестивале Владимирской вишни было показано 9 фильмов в 9 городах. Зрители могли встретиться с режиссерами и именитыми актерами. Также новшеством четвертого кинофестиваля стала премьера спектакля «Сейшельские острова». А за день до официального открытия Центр классической музыки завершил серию концертов, посвященных Году кино в России. Перед гостями выступили Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина, камерный хор и солисты-вокалисты. Подарком вечера стало участие в концерте звезды отечественного кинематографа, с именем которой всегда будет связан огромный пласт культурного наследия – Светлана Немоляевой. Мне кажется, что в этом году уже можно однозначно сказать, что фестиваль удался. Свидетельство тому лучше – это полные залы во всех городах и сельских поселениях, в которых проходили кинопоказы и творческие встречи. Удачной в этом году стала и спортивная линия фестиваля, сказала Бирюкова. На показ картины Георгия Шенгелия и «Чистая победа» пришли к мастера спорта, так и начинающей самбисты. В ближайших планах увеличивать количество творческих встреч с артистами и расширять географию фестиваля. Где-то, может быть, даже добираться до сельских поселений совсем маленьких и отдаленных – это будет правильно, потому что это фестиваль, который открыт зрителю, который приходит к зрителю. И, собственно, наверное, за это его в том числе и ценят. Владимирская вишня – это событие, на которое собирается огромное количество творческих людей. Вот почему организаторы кинопоказов и встреч почти сразу же начинают строить планы на следующий год. Поскольку в 2017-м фестиваль будет уже юбилейный, зрителям обещают еще больше сюрпризов.